Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Продолжаем большую тему Марты «Окно в новый мир. Заглянуть в тайники своей души». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В моих предыдущих посланиях мы с вами рассмотрели две крайности поведения человека, который хочет казаться либо лучше, либо хуже, чем он есть на самом деле. Но, как всегда, истина лежит посредине. Чаще всего в человеке переплетаются многие свойства его характера, и в зависимости от ситуации он может вести себя по-разному, порой даже становясь уже полностью самим собой. А что означает оставаться самим собой? На самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, нужно не побояться заглянуть в самые дальние тайники своей души. Именно там прячутся ваши истинные желания, которые и порождают ваши мысли и поступки. Но чтобы выявить их суть, необходимо для начала стать самим собой для себя самого, а не для других. И для начала попробуйте отслеживать ход своих мыслей каждый раз, когда вам хочется вступить в разговор или предложить свою помощь кому-то другому. Чем вы при этом руководствуетесь? Может быть, желанием показать свое превосходство или покровительство? А может быть, это стремление контролировать своих близких, окунувшись в их заботы и проблемы? Или, оказав кому-то услугу, вы подспутно ждете от него ответного доброго жеста? А кто-то может стремиться окрасить свое одиночество, постоянно предлагая помощь и поддержку друзьям и близким. Таких причин может быть очень много. И с точки зрения человека трехмерного мира, в этом нет ничего плохого. Но если рассматривать их с другого уровня сознания, уже близкого к четвертому и пятому измерению, это выглядит как обман самого себя и тех людей, с которыми вы взаимодействуете. Эти люди не могут заглянуть в вашу душу и увидеть истинные мотивы вашего поведения, а значит, они невольно оказываются обманутыми. Но, по большому счету, обманутыми оказываетесь и вы, поскольку вы даете желаемое за действительное, не умея выявить то, что стоит за вашими побуждениями к тем или иным действиям. Чтобы этого не допустить, нужно не торопиться бросаться кому-то на помощь или, наоборот, отказывать в ней, не разобравшись в самом себе, в том, что толкает вас на принятие того или иного решения, и начинать действовать следует только тогда, когда вы абсолютно уверены в том, что вами руководит ваша душа, а не изворотливый ум, привыкший во всем искать свою выгоду. Если вам удастся услышать свою душу, вы обязательно это почувствуете. Она, в отличие от ума, всегда вселяет в человека спокойствие и уверенность в себе. А это как раз и есть то состояние, в котором человек способен принять самое правильное и разумное решение на высшее благо всех. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Заглянуть в тайники своей души». Маленькое дополнение, дорогие друзья, как уже говорилось в предыдущем ролике, сейчас все поднято на поверхность. И не надо долго напрягаться и что-то искать. Все на поверхности. Просто задайте себе вопрос. Что мне показывает моя душа? Что я могу сейчас сделать для самого себя? Что я могу сделать, чтобы любить себя больше, чтобы чувствовать больше, чтобы взаимодействовать с самим собой больше, чтобы соединиться со своим источником? Ну, очень много можете вопросов задать, но главное, чтобы вы это прочувствовали от своей души, потому что, когда вы начинаете общаться с душой, вам тепло, вам спокойно. Находясь в глубочайшей трансформации и решая сложнейшие для себя вопросы, вам приятно это делать. И это потому, что вы чувствуете мощнейшее освобождение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!